Микс Ньюс Каждый вторник после 14 часов В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема» Ее ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук Аналитическая программа И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире Слушайте на Радио Болтком «Есть тема» У нас одна минута, слушай, последний вопрос Добрый день, в эфире программа «Есть тема» в студии Александр Полищук и Вадим Полищук Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение имеют различные события в Латвии и в мире У нас есть телефон прямого эфира, это 67212-939 и 67213-939 Если у вас есть что сказать по теме, то, конечно, звоните Как по традиции, в нашей первой части программы мы обсудим главные новости Латвии во второй международной повестке Хочу начать с документа, который буквально, как всегда, в эти минуты рассматривается на заседании Кабинета Министров Это стратегия или информационное сообщение, которое подготовило Министерство по делам среды и регионального развития Это стратегия о том, как Латвия должна достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году Как ты помнишь, обязательства прописаны в различных международных соглашениях, в том числе в Парижском климатическом соглашении 2015 года Ну и, можно сказать, по сути, это такой первый программный документ, именно подготовленный не кем-то в Евросоюзе, не кем-то в Брюсселе, а именно Латвии Ну вот первые планы, первые наметки Наверное, хочу все-таки уточнить, что углеродная нейтральность – это требования европейского уровня, а все-таки они международного Да, да, требования европейского уровня Это повышенные обязательства Европы Но оно прописано, кстати, в Парижском климатическом соглашении в том числе И документ интересен по ряду причин Во-первых, конечно же, как он составлен, мне там как человеку, связанному журналистикой, пиаром, это всегда обращает внимание Скажем так, документ пугает То есть в части, в вступительной части министерства не поскупилось на всевозможные ужасающие прогнозы о том, что может произойти с нашей страной В случае дальнейших климатических изменений перечисляются и наводнения, и ураганы, и технологические катастрофы, эпидемии И даже не поленились чиновники посчитать, сколько это будет в рублях Все эти ущербы, там, суммы от полутора миллионов в год и так далее То есть мы сразу понимаем, что документы очень важны Второй момент, конечно же, который тоже обращает на себя внимание Это то, что те методы, с помощью которых министерство предлагает добиваться как раз той климатической нейтральности Их, по сути, два Первое, это технологические решения, оно, очевидно, имеется в виду всевозможные изменения в процессе производства, в организации сельскохозяйственных процессов Но второе, наверное, самое главное, это некие, цитирую, экономические стимулы С помощью которых министерство надеется привить у населения дружелюбные для экологии привычки Ну, переводя на простой язык, то есть речь идет о всевозможных повышениях налогов, штрафов и прочих именно денежных санкций Которые должны заставить население и предпринимателей мыслить по-зеленому Вот для себя я поняла, что, наверное, меня это больше всего смущает в этом документе Потому что, да, там, где обозначены проблемы, там, где перечисляются всевозможные международные соглашения, которые мы должны соблюдать, все окей Но когда речь заходит до того, что каким же образом нам привить зеленое мышление людям Если речь сейчас сразу только о методе кнута, мне кажется, это абсолютно неэффективно Даже пытаюсь вспомнить наш с тобой брюссельский опыт жизни Где все-таки, безусловно, наверное, есть какие-то правила и нормы За тот же неправильно сортированный выброшенный мусор тебе могут выписать штраф Но, тем не менее, какие-то вещи, как мне казалось, у тех же жителей Брюсселя Они были, видимо, вот развиты в них просто, не знаю, со школьной скамьи Или, допустим, наоборот, это была мотивация, может быть, рублем Но не с точки зрения, что тебе грозит штраф, а с точки зрения, что ты, наоборот, можешь получить какую-то экономию Например, если ты приносишь свою баночку стеклянную от йогурта обратно продавцу, ты получаешь скидку Можешь не приносить, заплатишь немножко больше Но если ты принесешь, ты получишь скидку Министерство Латвийское под управлением юрисов Пусса пошло другим путем Мы понимаем, что здесь будет речь идти и о повышении налогов на дизельные автомобили И о повышении налогов на топливо, и о повышении акцизов И как-то вот очень мало видно позитива, который должен был заставить нас мыслить иначе Ты имеешь в виду что? То есть какие-то установки, которые должны формироваться у населения? Да, видимо, в том числе со школьной скамьи Ну да, то есть понятно, что установки, конечно, тоже будут меняться под воздействием штрафов И каких-то экономических стимулов Но что касается, так сказать, зеленого мышления То ты сама понимаешь, что оно не появится за день, за два Всегда нужна целенаправленная политика Это занимает годы и 70-летия И, наверное, в Латвии с этим будет определенная сложность Потому что, мне кажется, достаточно многие люди просто еще и не убеждены, что это действительно важно Но вот именно вопрос в том, что это должен быть стимул, а не угроза наказания Если действительно, например, понизишь, скажем, НДС на те продукты питания Которые будут продаваться не в целлофановых пакетиках, а в плетенных мешочках Это будет мотивация для людей, их покупателей, для производителей их производить Если же ты, наоборот, говоришь, что ты повысишь цены на целлофановые пакетики А остальные оставишь как есть Или еще будешь штрафовать за то, что кто-то бесплатно целлофановые пакетики дает Это нет, это не мотивирует Как ты знаешь, в многих западных странах там очень важную роль играет не чисто финансовое стимулирование Или вопрос экономии средств, семейного бюджета Но и то, что люди действуют так или иначе, потому что они просто убеждены, что так действовать правильно То есть у них есть чувство ответственности на каждом, на индивидуальном уровне То есть они ведут себя ответственно по отношению к природе и думают о предотвращении негативных изменений климата Это вырабатывается годами, у них не было наших девяностых Поэтому, мне кажется, как раз-таки это огромная ошибка латвийских чиновников Которые думают, что они сейчас возьмут и под кальку скопируют ту модель, которая принята на Западе Но не пройдет Окей, мы можем вернуться к плетяным авоськам У нас есть опыт, но некоторые даже авоськи сохранились Да, это не проблема Кстати, если возвращаясь к вопросу об опыте То есть когда ты смотришь о том, об образе будущего, такого экологически правильного Или правильного с точки зрения борьбы с изменениями климата То я не могу иногда избавиться от ощущения, что я на самом деле в таком обществе уже жил Обществе, где сдают бутылки очень тщательно, где носят авоськи То есть многоразовый пакет, потому что пакеты были очень дорогие Не знаю, как у вас в Латвии, но у нас в Сталине они стоили 3 рубля Это было очень дорого, пластиковый пакет И где люди пользовались часто какими-то вещами очень долго Где не было консюмеризма в современном смысле Просто потому, что это было невозможно, потому что был дефицит товаров Или вещи, скажем, промышленные вещи То, что продукция промышленности стоила очень дорого по отношению к зарплатам И это тоже определенным образом влияло на то, что люди очень долго И аккуратно пользовались, скажем, холодильниками или какими-то другими Или какими-то бытовыми приборами Потому что это было дорого и купить было сложно Но тогда, значит, это были проблемы, связанные скорее с бедностью этих обществ С ограниченностью ресурсов, с проблемами дефицита, то есть с плохим снабжением С одной стороны А с другой стороны, сейчас мы пытаемся искусственно создать те же самые условия Для того, чтобы вернуться к той модели поведения И, конечно, для людей постарше это психологически тяжело Потому что для них это некий возврат То есть они от такого западного рая Когда много товаров, и ты можешь их купить И возвращаются в ситуацию, когда они должны заниматься самоограничением Понимаешь, здесь еще есть такой психологический фактор Что, например, опять же в этом докладе Министерства по делам среды регионального развития Упомянуты те отрасли, которые сейчас производят Самый большой выброс СО2 в Латвии И, как ни странно, на первом месте совсем там не автомобили А энергетика И в том числе именно потому, что в Латвии очень низкая энергоэффективность домов То есть фактически это просто, опять же, очередной недочет Очередной промах именно латвийских властей И муниципальных властей Которые, наверное, должны были бы еще лет 20 назад Озаботиться вопросом А что там с нашим старым жилфондом Почему он такой дырявый, с щелями Почему из него так быстро испаряется тепло Может быть, нужно было проводить какие-то масштабные кампании По реновации домов Кстати, знаю, что в Таллине это удалось сделать Пусть там с привлечением банковских кредитов Пусть, наверное, это что-то стоило жителям Но была некая программа, была некая кампания Это было запущено и сделано В Латвии всего этого не было Поэтому сейчас в том же министерском документе Приводятся данные, что там большинство Жилых зданий в Латвии превышают 25-летний срок эксплуатации Очень плохая энергоэффективность Всего 10-15% домов в Латвии Жилых домов построено за последние 10-15 лет То есть мы можем понимать Соотношение старого и нового жилфонда И понятно, что с каждым годом Чем старше эти здания Тем сложнее и дороже будет проводить Какие-то реновационные работы И Евросоюз будет надавать на это деньги И как раз-таки, кстати, в 7-летнем бюджете Есть заложена довольно большая программа Но опять же, там будет требоваться Софинансирование со стороны государства И самоуправлений И будут требоваться некоторые знания То есть тех же жителей Какой-нибудь пятиэтажки, девятиэтажки Нужно будет организовать Вот этих самых корпораций, жильцов Которые, опять же, я знаю, что, например, есть в Таллине В твоем родном В Латвии их нету Ну, понимаешь, да То есть это Почему произошло именно так, а не иначе С одной стороны, конечно, государство Занималось проблемой энергоэффективности Это правда Было еще и экологическое Составляющее это политики на государственном уровне Но на индивидуальном уровне Или на уровне, скажем, отдельного дома Конечно, решения принимались Прежде всего из финансовых соображений Это я тебе говорю как житель Таллина То есть у нас люди охотно Что меня очень удивляет, что в Риге это не так Охотно взяли в свои руки все, что касается Обустройства их жизни в их доме То есть у нас закон обязывал И народ подчинился В каждом достаточно большом доме создавать Квартирное товарищество И квартирное товарищество само заключает договора Оно само решает, какие ремонтные работы Оно будет проводить И одно из первых решений Очень многих квартирных товариществ Тогда, когда появились достаточные средства Стало утепление домов Тем более, что государство и муниципалитет Активно помогали этому И, конечно, энергоэффективность Заметно повысилась Было ли это крайне выгодно С точки зрения денег То есть мы все равно платим много за отопление Несмотря на то, что наша энергоэффективность повысилась Это уже другой спорный вопрос Но, по крайней мере, люди Когда принимают решения на государственном уровне Ими Они более чувствительно относятся к тому К различным программам Или предложениям на государственном уровне На муниципальном уровне То есть люди хотят сберечь деньги И Они смотрят, какие есть варианты Ба, пожалуйста, утепление дома Будет экономить, может быть, до 20% Пожалуйста, проголосовали Приняли Взяли кредит в банке Осуществили Выплатили кредит И мне трудно представить, что должно случиться Как много других вещей должно случиться в Латвии Перед тем, как у вас заработает та же самая система У вас нет даже квартирных товарищей Да, опять же, в стратегии министерства В документе Я не увидела, скажем так Никаких признаков Что министерство готово озаботиться Этой проблемой Как-то организовать Опять же Информационные компании должны быть и так далее С другой стороны У вас есть домоуправление И, может быть, домоуправление Как их классические старые домоуправления Для тех, кто слушает нас за пределами Латвии Но, наверное, их можно заставить легче Чем отдельных собственников жилья Но, пусть или самоуправление Насколько есть это сотрудничество и взаимодействие Ввиду к тому, что в стратегии министерства Очень много белых пятен Хорошо прочитывается только желание повысить налоги А все остальное – большие пробелы То же самое касается транспорта Я имею в виду автомобили Которого по счету министерства Почти 80% у нас старше 10 лет Соответственно, это дизельные машины преимущественно Что делать с ними То есть пока еще очень много вопросов Но, тем не менее, министерство предупреждает Что уже на основании вот этого Этой стратегии будут подготавливаться Законодательные акты То есть видим, опять же, изменения К налоговому законодательству Ну и, соответственно, продолжение следов Будем следить Ну, в общем, пока мне кажется Что министерство еще само не очень понимает Как оно будет добиваться той самой климатической нейтральности Но одну ногу вот в проем двери уже вставили Посмотрим Давай мы еще до рекламы успеем Обсудить еще одну тему важную тоже, мне кажется И тоже про деньги Это бюджет Рижской думы Рижская дума у нас в каждом эфире звучит Ну что поделать Так уж получается, что это Самый большой город страны И большинство населения здесь живет И, конечно же, бюджет Риги Имеет большое значение для, думаю, многих наших слушателей Коротко, кто пропустил За бюджетом история следующая Он подготовлен Под руководством мэра Олега Бурова И его партии Честь служить Риги По утверждению Бурова, как он мне сам признавался в интервью К работе была активно привлечена коалиция То есть партия Согласия и блок Риги Но Согласия, тем не менее, недовольна тем, что получилось И утверждает, что Буров там сама лично все подописывала А их предложения не слушал Согласию конкретно в этом документе Не нравится то, что Буров не включил финансирование Для осуществления обещания Нила Ушакова Организовать факультативы в школах нацменьшинцев Которые могли компенсировать удар От языковой реформы Которая вот-вот-вот начинается Новая языковая реформа Также Согласию не нравится Что где-то Буров недостаточно Обещает повысить социальные гарантии Ну, в частности, имеется в виду Пособие, динаразовое пособие По рождению ребенка Буров там на 100 евро Первый хочет повысить согласие Говорит, что надо больше Вот, ну, и у второй коалиционной партии Риги тоже есть свои претензии В основном связаны с демографией Тоже хочется побольше денег там И вот итог всех этих экскурсий такой Что на 6 февраля назначены Два важных голосования Одно будет по бюджету Примут, не примут А второе по недоверию самому Бурову И сбором подписей занималась как раз-таки Согласие и вторая фракция Риги Поэтому сейчас прогнозировать вероятность Приема документа или нет Очень трудно Поскольку оппозиция обещала голосовать против Она всегда голосует против Она не участвует в формировании этого бюджета Но от этого бюджета действительно многое зависит Потому что, например, именно в этот бюджет Вписано, допустим, обещание Повысить зарплату воспитателя детского сада На 100 евро Провести ремонты В школах и детских садах И если их проводить, то нужно заключать конкурсы И договоры уже летом А если, значит, принятие бюджета, скажем, отложится на несколько месяцев То есть просто риск не успеть к первому сентябрю все это закончить Также там прописана возможность проведения серьезных дорожных работ Повышение зарплат работников с индициальных пансионатов У которых тоже очень маленькие зарплаты Это тоже, конечно же, те суммы, которые очень нужны этим людям Если же бюджет не принимается, то тогда город продолжает жить по 1,12 и прошлому бюджету То есть там вот этих всех дополнительных позиций финансирования просто не предусмотрено Что в итоге? Скажу честно, как журналист, анализировать любой бюджет всегда очень трудно Потому что даже когда тебе мэр бьет себя кулаком в грудь и говорит, что он хочет повысить на 100 евро зарплаты Воспитателя детских садов и нянечкам пансионатов Все равно ты последнего не знаешь, а действительно ли это те группы, которым деньги сейчас нужны больше всего И действительно ли это те единственные группы, которым нужны деньги Потому что наверняка есть другие бюджетники, которые тоже бы рассчитывали и хотели бы получить И должны были бы по справедливости получить Это же самое касается социальных пособий То есть да, мы сами недавно стали родителями, мы знаем, какие огромные расходы Но действительно ли именно единоразовое пособие по рождению ребенка сейчас нужно повысить на 100 евро А может быть нужно было бы увеличить поддержку, допустим, тем семьям, где растут дети-инвалиды Ну или кому-то еще То есть мы этого не знаем, поэтому почему взяты именно вот эти позиции, а не какие-то другие Но мы можем только догадываться Но в то же время есть некоторые вещи, которые можно оценить по этому бюджету В частности, например, его дефицит И вот тут все плохо Потому что бюджет, дефицит бюджета на 2020 год запланирован в размере 110 миллионов Это получается больше 10% от общего бюджета Это много В прошлом году тоже было примерно столько же, где-то 11% Ну я думаю, что сейчас так получается от 1 миллиарда расходов И нужно понимать, что в принципе каждый 10 евро, который будет тратить Рижская дума, город, он взят в долг Этих денег реально у самоуправления нет Опять же, если мы смотрим на количество налогоплательщиков, то оно продолжает катастрофически падать Еще если в 2001 году в Риге проживало 753 тысячи человек То же в 2019 году было только 632 Фактически мы потеряли за эти неполные 20 лет 120 тысяч человек И тут, конечно, с одной стороны, наверное, нельзя предъявлять претензии только к самоправлению Потому что мы помним, что у того же Ушакова была компания по привлечению налогоплательщиков То есть он пытался предусмотреть какие-то бонусы за декларированным рижаном Но тем не менее, значит, так или иначе, но столичному самоправлению не удается сделать так Чтобы люди хотели здесь регистрироваться и жить В то же время мы знаем, что отток, например, в Прилижский регион То есть всевозможные марупы, туда Салкрасты Там, наоборот, число населения прибавляется То есть многие предпочитают жить там, допустим, может быть, работать И даже пользоваться инфраструктурой в Риге И еще один важный момент Ну, то есть тут тоже, наверное, не совсем претензий к Бурову Который только фактически полгода выполняет этой обязанности Но тем не менее, то есть огромная подушка безопасности Которая была у Риги еще 10 лет назад То есть когда Ушаков только пришел к власти Это было 120 миллионов евро Но сейчас у него не осталось ничего И большой вопрос, конечно же Что делает самоуправление для того, чтобы зарабатывать Что делает самоуправление для того, чтобы привлекать инвесторов Что делает самоуправление для того, чтобы привлекать Вот тех самых потенциальных налогоплательщиков Которые должны выполнять бюджет Поэтому резюмируя, да Нужно ли принимать этот бюджет или нет Скорее всего нужно Ну, просто потому, чтобы были выполнены какие-то основные позиции Которые, вот я уже упомянула повышение зарплаты воспитателям и финансирование бесплатных обедов школьникам. Но, с другой стороны, говорить, что этот бюджет очень хороший и что он составлен качественно, мы тоже не можем. Хотя, конечно, пиарятся на нем будут, и если его удастся принять, скорее всего, это будет основной козой предвыборной кампании. Но любой бюджет, конечно, отражает политические приоритеты правящей коалиции. И здесь, конечно, интересно, что бывшие партнеры по коалиции вступили другом в клинч, потому что я не думаю, что вопрос с точки зрения бюджета о поддержке факультатива был настолько принципиальный или настолько было принципиально важно не поддержать для того, чтобы добиться, скажем, сбалансированности бюджета. Это не так. Ну, это мелкая гадость бывшего мэра. Да, это вне всяких сомнений. И, с другой стороны, понятно согласие, для которых, по сути, если они не добьются этих факультативов, то получится, что они как бы полностью пустили на самотек ситуацию со школьной реформой. То есть тоже их понять можно. И, конечно, можно понять и воспитательниц детских садов, которые не получат свою прибавку к жалованию. Но здесь, конечно, опять-таки вопрос о политической культуре в Латвии, которая, видимо, наверное, еще недостаточно высокая. То есть, конечно, разборки могут быть, могут быть споры по приоритетам, но, конечно, очень плохо, когда из-за этих разборок пострадают какие-то очень хорошие проекты или важные инициативы. Ну да, это вопрос баланса. Действительно, что важнее, посмотрим, как будет происходить заседание Рижской Думы на следующей неделе, какие будут аргументы у сторон. Но, в принципе, тоже нужно понимать, что если бюджет не будет принят, если эта коалиция развалится, то равную фестность будет нести и согласие, и честь служит Риге. Ни всяких сомнений. Ну что ж, перейдемся на рекламу, а во второй части программы обсудим вопросы международной повестки. Добрый день еще раз. В эфире программа «Есть тема» в студии Вадима Полищука и Александра Полищука. Мы обсуждаем самые актуальные события прошедшей недели. Вчера весь мир отмечал 75-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, а в конце прошлой недели в Иерусалиме прошел пятый всемирный форум памяти Холокоста. Туда съезжались лидеры многих стран мира, включая Россию, США, Францию, но там не было представителей стран Балтии. Вадим, почему? Ну, потому что они посчитали, что их участие в данном мероприятии может иметь негативные политические последствия, пока не во внутрополитическом контексте. Там не было также, ты знаешь, представителей Польши, что с учетом того, что Аушвиц... Я вас сразу оговорю, что нам потом не вставили в претензию, формально представители Латвии были. Например, там был спикер Латвии, представитель национального объединения Инара Мурницы, но не было президентов, да, хотя до каких стран были первые лица. Хотя первые лица, да. То есть мы видели кадры даже с форума, первый ряд, в котором, кроме принца Чарльза из Великобритании, было также очень много других мировых лидеров. И, конечно, это обращалось на себя внимание, и это не случайно. Конечно, нужно рассматривать данные события именно в контексте обострения войн, исторической памяти, которая сейчас наблюдается в Европе. И, видимо, представители стран Балтии и Польши посчитали, что если они поедут из Варшавы, из Риги, из Вильнюса, из Сталина, в Иерусалим, то они могут проиграть там Владимиру Путину, который был явно одним из главных гостей форума и звездой этого форума. Ну, извини, что я перебиваю, но проиграть не проиграть, но тем не менее есть исторические факты, что там в Литве было уничтожено свыше 200 тысяч человек. В Латвии я специально сегодня уточнила у директора Рижского музея истории еврейства Ильянского, что он сказал, что по их подсчетам во время Холокоста в Латвии было уничтожено 70-73 тысячи, собственно, латвийских евреев, плюс на территории Латвии было порядка 20 тысяч немецких, австрийских и чешских евреев, ну, и еще какое-то количество венгерских евреев, возможно, до 2000. То есть я имею в виду к тому, что эти страны, они понесли огромные потери, да, это трагедия для этих стран, и сейчас они могут отказаться, там, не знаю, скажем, президент Литвы, мы не знаем конкретную мотивацию руководства Лата, почему он туда не поехал, да, но только потому, что там будет Путин? Ну, в принципе, да, это, я думаю, было одним из основных мотивов. Или они боялись, что Путин скажет, или что скажут израильские, израильтяне, как те, которые организовывают это мероприятие. То есть, понимаешь, мне кажется, что именно память о Холокосте в некотором роде становится жертвой политических разборок на околоисторические темы сейчас. То есть нужно хорошо понимать, что у консервативного правительства Варшавы сейчас есть определенное историческое видение, которое они довольно небезуспехов навязывают также на общеевропейском уровне, я имею в виду ЕС. Когда они, ну, то есть их старая идея в том, что они являлись жертвами двух режимов, то есть, соответственно, немецкого нацизма и российского коммунизма, в том числе, значит, жертвы они были в рамках Второго мировой войны, что приход Красной Армии в Польшу не был на самом деле освобождением. И все эти рассуждения для нас звучат крайне знакомы, потому что подобные же позиции, в принципе, это пока не для внутреннего политическом рынке придерживается и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. Но я думаю, что определенным триггером, который обострил ситуацию с этими историческими войнами, стала резолюция Европарламента, которая была, на мой взгляд, вполне рядовой, ничего там такого особенного и эксоординарного сказания не было, того, что не было бы сказано в той же Польше, даже в некоторых западных странах. Но приравнивание именно коммунизма к нацизму, по сути, которое было в этой резолюции, так же, как с точки зрения, по крайней мере, Москвы, преуменьшения роли Советского Союза в борьбе против нацизма, оно привело к таким интересным процессам, когда Москва решила, что они начинают проигрывать эту битву, это стало как бы очевидно, и они перешли к активным действиям. И они стали бить по той точке, которая наиболее болезненная, а именно по проблеме антисемитизма, в том числе в контексте Второго мировой войны. Потому что можно сколько угодно ругать нацистов, ужасаться Гитлеру и его окончательного решения еврейского вопроса, но известно, что это самое решение было бы невозможно провести так эффективно и так быстро без поддержки значительной части населения оккупированных территорий. То есть без антисемитизма, который процветал в той же самой Польше и, к сожалению, в Литве и в Латвии. Без участия местных жителей, то есть, конечно, там, скажем, не было независимо Латвии или Литвы во время войны, но были все-таки латвийские и литовские граждане, которые в этом участвовали. Ну и, естественно, что, говоря о Латве и Литве, я не могу с огромным сожалению не констатировать также и трагическую историю Эстонии, моей родной страны, в которой, хотя в абсолютных числах число евреев убитых там было незначительно, тем не менее Эстония, в том числе благодаря тому, что общее число евреев было незначительным, и советские власти все-таки успели провести эвакуацию, и также часть евреев попали в депортацию 1941 года, и поэтому оказались не на территории Эстонии. Тем не менее, Эстония оказалась первой Юденфрай, то есть первая страна Европы, которая полностью была объявлена очищенной от еврейского присутствия. Это очень неудобная правда, которая как бы ставит под вопрос то, что нацизм и коммунизм – это одно и то же, и которая просто-таки заставляет видеть позитив в движении Красной Армии в западном направлении в 1944-1945 году. Потому что это было хорошо хотя бы потому, что печи Аушвицца были остановлены. Видишь, опять же, справедливости ради, конечно, упомянем, что президент Эстонии, по-моему, вчера опубликовала какое-то открытое письмо-послание как раз памяти жертв Болокосту. И оно очень, если позволю, я тебе перебью сразу, это заявление, правильно, оно говорит о том, что, да, оно вспоминает лагерь в Клога. Кстати, лагерь в Клога нацистский – это был первый на самом деле лагерь, который приоткрыл завесу над всем этим ужасом окончательного решения. То есть первый лагерь смерти, по сути, которого увидели союзники – это был этот лагерь. И вот эти поленицы из дров и человеческих тел, трехметровые, этот ужас, действительно был явлен миру именно там. Но, опять-таки, президент правильно говорил о том, что мы должны помнить. Это замечательно. Но она, опять-таки, ничего не говорила о том, какую ответственность. То есть, если бы раскаиваться. Мы несем, да. А мы, жители Эстонии, несем. То есть, там сказано так, что вот был какой-то ужас во время нацистской оккупации, и мы должны помнить и изучать, как вот нетерпимые режимы, не режимы, которые основаны на ненависти, вот ведут к таким ужасным последствиям. А такое, кажется, ощущение, что мы как бы ни при чем, мы рядом стояли. Это не так. Тут тоже мне хочется, конечно, вспомнить родную Латвию и нашего президента Левица, который вроде как тоже вчера ездил в Польшу в Освенцин и участвовал в каких-то памятных мероприятиях. Но в то же время именно этот же Левиц, он откровенно признает, что, например, не считает необходимым возвращать имущество еврейским общинам. То есть, тот самый вопрос реституции, который в Латвии уже обсуждает, наверное, 20 лет. При том, что в Латвии, как известно, они насчитаны на 275 объектов недвижимости, которые до войны принадлежали еврейским семьям. Сейчас, соответственно, должны были бы перейти еврейским общинам. И причем, если в 90-е годы остальные общины нацс меньшин смогли заявить свои права на недвижимость, например, русские, украинцы, другие, то евреи просто не могли, потому что их не осталось, еврейские семьи. Из 90 тысяч человек, проживавших здесь до войны, по-моему, сейчас насчитывалось потомки только 20 тысяч или даже меньше. Ну да, то есть, очень удобная позиция заключается... То есть, да, потому что мы готовы помнить, но мы не готовы нести никакую ответственность, и тем более как-то компенсировать. Ну, формально, вроде как государство Эстонии или государство Латвии не может нести ответственность за то, что делал оккупационный режим. Но здесь мне больше импонирует так раз позиция, которая была заявлена Нидерландами, которые вот так раз официально извинились, передвижились к общинам, сказали, спросите нас хотя бы за то, что мы не смогли это предотвратить как государство. Хотя понятно, что Нидерланды, наверное, не были настолько мощной державой, которая смогла бы, наверное, противостоять немцам во время войны. С одной стороны, с другой стороны, сказали, спросите нас за то, что так много голландских чиновников выполняли преступные приказы. Потому что, конечно, в Холокосте участвовали граждане Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, к сожалению. Но говорить об этом сейчас не принято, потому что мы же рассматриваем себя только как жертву оккупации. Мы не рассматриваем, и мы очень неохотно признаем, что не только те, кто были каких-нибудь там в карательных отрядах, занимались ужасными преступлениями. То есть иногда это делали и люди, которые, ну, как бы формально оставались обычными гражданскими лицами, тем не менее они участвовали в тех ужасах, которые творились при оккупации. Это трудно, но невозможно принять. Но без принятия этого нельзя будет говорить о том, что у нас есть честный взгляд на проблемы Холокоста. И понятно, что именно, зная об этих наших внутренних проблемах, Москва именно сейчас их и педалирует. И в данном случае они имеют полную поддержку Израиля, потому что именно то, что у Израиля отличные отношения с Украиной и со странами Балтии, тем не менее они прекрасно знают об этих проблемах, и, конечно, им, точка зрения Москвы, в данном случае импонирует больше. Конечно, мне бы, например, гражданин Латвич хотелось бы, чтобы вопрос реституции еврейской собственности был бы, конечно, решен именно в формате латвийских властей, потому что сейчас происходят всяческие попытки, особенно противников этого закона реституции, представить это как давление со стороны, давление Соединенных Штатов, давление Израиля, может быть, еще будет давление России с учетом новых обстоятельств. На самом деле, по-моему, это вопрос просто ответственности и действительно осознания себя и исторической памяти для нас самих. И пока, по-моему, из этого самого упомянутого мной списка из 275 объектов вернули только 5, причем вернули какие-то совершенно в ужасном состоянии, там какой-то один дом просто разрушен, его реновация одна стоит порядка миллиона евро, но тем не менее, да, община готова этим заниматься, потому что это действительно не только, не столько материальная ценность, сколько в первую очередь историческая и психологическая ценность, вот. Но вопрос остается открытым, и, конечно, то, что, да, лидеры стран Балтии проигнорировали под разными причинами Всемирный форум памяти Холокоста, это печаль. Но хотя бы хорошо, что на достаточно высоком бруне было представительство на мероприятиях в Польше, они, конечно, носят некоторый альтернативный характер, то есть это были более... Да, но тот же из-за него президент Польши Дуды всячески подчеркивает, что мы не будем политизировать это событие, то есть то, что не поехал в Иерусалим, его не смущает, а здесь... Потому что если на самом деле ты чувствуешь себя уверенно, значит, ты мог приехать в Иерусалим и высказать свою точку зрения. А вместо этого он остался дома... Или даже не высказать, просто приехать и почтить память. А вместо этого он остался дома и созвал специальную группу, которая должна была реагировать специалистов на неподобающие высказания Путина, если они будут. А Путин как-то вот ничего не высказал, а получилось глупо. В общем, это очень грустно, попытки политизации истории, тем более таких трагичных ее страниц. Но, тем не менее, это так. Давай перейдем, наверное, к более актуальным событиям. Точнее, это то, что еще только предстоит. 31 января Великобритания наконец-то официально выйдет из Евросоюза. Ну, вот из Сирии устали ждать, а с другой стороны, совершенно непонятно все равно, как будет дальше. То есть, с одной стороны, сейчас есть какой-то переходный период до 31 декабря, когда вроде как все остается, как было. И в плане перемещения граждан, в плане каких-то прав на работу, на обучение, социальные гарантии и прочее. А что будет после 31 декабря, по-моему, не знает никто. Слушай, как так получилось все-таки, что с одной стороны, так долго-долго ждали этого Брекзита, но ни Великобритания, ни Брюссель так и не смогли оговорить правила, так как же этот развод должен состояться. Ну, потому что на самом деле были большие проблемы даже с соглашением о выходе, как ты знаешь. Его заключили, можно сказать, только в конце прошлого года. И, в принципе, это соглашение еще даже не ратифицировано. Оно окончательно случится только завтра. Европейский парламент должен, наконец, ратифицировать. Все со стороны Европы, как британцы свою ратификацию закончили, европейцев пока еще даже нет. И, конечно, понятно, что теперь, когда Великобритания, наконец, выходит, многие не верили еще год назад, что это случилось, но теперь это действительно случилось. Теперь они будут обсуждать о том, как они будут жить дальше, на каких условиях они будут торговать, минимум с услугами, какие будут права угрожены, соответственно, Европейского Союза и Великобритании в Европейском Союзе и так далее и тому подобное. И здесь очень много вопросов, потому что, с одной стороны, Великобритания – это огромный платежеспособный рынок, это очень важные технологии, это углеводороды, которые тоже нужны Европейскому Союзу, а с другой стороны, есть большое желание наказать Великобританию, показать, что это здесь вам не тут, выход из Европейского Союза – это катастрофа. И знаете, поляки, знаете, венгры, знаете, греки, что если вы выйдете из Европейского Союза, то ваш уровень жизни упадет и вообще ничего хорошего у вас не будет. И здесь, конечно, можно предположить, что соглашение, которое будет заключено в итоге, оно будет компромиссным, то есть ни одна из сторон не будет им довольна до конца. Я не думаю, что... Я думаю, что все-таки победит та точка зрения, что между Великобританией и Европейским Союзом будет заключено соглашение о неких особых экономических отношениях, хотя там есть некоторые юридические проблемы, которые не позволят Европейскому Союзу быть слишком... Я понимаю, что... Слишком открытыми... Если предоставить абсолютно полный доступ, допустим, к коммерческому рынку Евросоюза, тут же станет вопрос, нужно ли предоставлять такой же доступ другим стратегическим партнерам, в той же Канаде, в Ипонии... Там еще есть просто проблема, как есть такая формула в международных договорах, о режиме наибольших благоприятствиях. То есть если Великобритания его получит, тогда другие страны должны будут получить тоже какие-то дополнительные возможности, что будет крайне нежелательно, наверное, для Европейского Союза. Для Европейского производителей, да. Да, то есть там есть очень много таких практических проблем. Еще один геон, извините, пожалуйста, будет ли, насколько честно, будет играть сама Великобритания? Ведь я понимаю, что у них сейчас, наверное, будет очень большой соблазн создать какие-то привилегированные условия, допустим, для своего бизнеса, для своих производителей, ну, скажем, в вопросе безопасности, стандартов безопасности еды или какие-то экологические. То есть если они их просто хоть чуть-чуть понизят, то конкурентоспособность британских производителей, британских компаний на том же европейском или мировом рынке, она резко возрастет. Но я думаю, что на самом деле здесь Европейский Союз не даст этому случиться, потому что если Великобритания захочет сохранить достаточно свободный доступ на европейский общий рынок, то стандарты безопасности, по крайней мере, должны быть на уровне. Там, возможно, как-то поиграть с какими-то нюансами. С одной стороны. С другой стороны, мы еще не знаем, насколько власти Великобритании будут успешны с заключением новых торговых соглашений. И речь идет не только о Европейском Союзе, что, конечно, важно, но и идет также с другими крупными игроками. Например, с тем же Китаем, США. Если бы, конечно, отношения были бы другими, а не такими прошивыми, то и с Россией. Но здесь я не вижу, здесь я пессимистичен. Хорошо, а рабочая сила все-таки, что будет делать Лондон с теми самыми польскими сантехниками, из-за которых вроде как начался весь этот брюк? Да, во многом сыр-бор из-за польских сантехников, но, судя по всему, Лондон понял, что Брюссель настроен крайне серьезно в том, что касается защиты прав своих граждан. То есть польских сантехников обратно не заберем. И пока, по сути, выглядит так, что как бы ни складывались отношения между Великобританией и Европейской Союзой, по крайней мере, в ближайшие годы значительного поражения в правах точно не будет. А как мы знаем, согласно тем соглашениям, которые уже подписаны, то есть, например, о выходе, то там вообще будет переходный период. Вот уже люди, которые граждане Европейского Союза, члены их семьи, которые проживают в Великобритании, могут претендовать на так называемый «settled status», который во многом дает право жить в Великобритании сколько хочешь. То есть это такой аналог постоянного вида на жительство, который дает, кстати, также доступ ко многим другим правам на островах социальным. Вот. И я думаю, что во многом еще также соображение такого порядка, что много жителей Великобритании живет в Европейском Союзе, и с ними будут обращаться по принципу взаимности так же плохо, как будут обращаться, или так же хорошо, как будут обращаться с гражданами Европейского Союза и Великобритании, то я думаю, что никаких значительных негативных изменений не будет. Тут, мне кажется, вопрос, который Великобритания на самом деле больше волнует, это доступ граждан третьих стран, так называемых. То есть тех, кто не граждан Великобритании, не граждан Европейского Союза. Вот. И здесь они, наверное, готовы пойти на некоторые ужесточения, и во многом, наверное, страх перед Европейским Союзом, который питал настроение, которое привели к Брекситу, базировался не только на страхе восточных европейцев, которые все-таки, может быть, другие, но свои, в каком-то смысле, понятные. Вот. Сколько именно страх, что Брюссель, который все больше и больше пытался регулировать вопрос о доступе или о правах граждан третьих стран на территории Европейского Союза, что это приведет к взрывной миграции в Великобритании. А британцы, конечно, известны ксенофону. Что делать? Ну, я просто вижу последнюю статистику. В Великобритании, наоборот, проживает порядка 117 тысяч граждан Латвии. И вот из них больше двух третий, то есть 82 700 человек, они как раз подали заявку на вот этот статус settled или pre-settled, то есть который дают до достижения пяти лет постоянного проживания в стране. Вот. Но при этом все-таки я говорю, что к негражданам, например, эти правила не распространяются. Ну, если они не являются членами семьи граждан, то, к сожалению, они и сейчас, в принципе, не являются... То есть свобода передвижения, она гарантирована для граждан. Ну, конечно, граждане третьих стран, они в рамках европейского правового поля пользуются определенными правами, возможностями, некоторые из которых будут обрублены. Ну, например, там дополнительные возможности были у людей с так называемыми голубыми картами или какие-то были дополнительные возможности у людей, у которых был статус постоянного жителя. Вот. Но сейчас, да, вот, но бороться за права граждан третьих стран Брюссель не готов. И здесь я, конечно, вижу в том числе и пассивность Эстонии и Латвии, которая не смогла, да, не смогла и не захотела проявить какую-то активность для того, чтобы... Латвийскими гражданам будет такое же отношение, как, не знаю, граждан России или какой-нибудь африканской страны? Ну, в принципе, да. Ну что, давай еще осталось буквально несколько минут, мы все-таки затронем, возможно, ли кому-то самую актуальную тему сегодняшнего дня – это китайский вирус. Вот последняя новость, которая появилась в латвийских СМИ, что одна гражданка Латвии как раз-таки хочет вернуться из Китая, из того самого города, где находится эпицентр болезни, вот уже больницы готовятся к тому, как поместить ее в карантин, и что делать, если вдруг все-таки будет вспышка вируса. И в Латвии нам с тобой лететь скоро, вот ты боишься? Ну, конечно, самолет – это, наверное, довольно опасное место, когда начинается массовая эпидемия. Но теоретически, потому что, в принципе, во время эпидемии банального гриппа тоже не очень советуют летать, именно потому что там замкнутый, как ты знаешь, цикл. Ну, и просто сам аэропорт большого скопления людей. Да, это также аэропорт. Но, с другой стороны, понимаешь, мне кажется, что то, что мы видим сейчас по поводу этого коронавируса последнего, это скорее напоминает медийную раскрутку и медийной же паники. То есть паники-то на самом деле нет. То есть мы видим скорее как бы попытки хайповать, что ли, какая-то стоимость. Не, ну, конечно, сто человек уже умерших. Это плохо, а с другой стороны десятки людей умирают ежегодно от гриппа, Влад. Мы видим, какие меры предпринимает китайское правительство. Я под впечатлением. Да, строительство больницы за пару недель. Я вижу, что меры принимаются. То есть карантинные меры, они обычно как бы главное, что препятствуют быстрому воспроизведению вируса. То есть вирус этот нехороший. Уровень смертности у него выше, конечно, чем от обычного гриппа. Значительно выше. И, конечно, сам по себе это представляет определенную угрозу. Но эта угроза пока носит такой теоретический характер. Тем более, что когда люди с признаками заболевания попадают также на европейский континент, то тоже практически все страны принимают адекватные меры. То есть я не вижу причин, почему именно потому, что меры были приняты вовремя. Мы не можем это сравнить даже с ситуацией, с предыдущими вирусниками, а типичной пневмонией и прочими. И, конечно, никаких пандемий, которые мы либо знаем из истории, типа, не знаю, эпидемия черной смерти, или, не знаю, там, вистюняновская чума, или что там еще, или даже испанка, который тоже, в принципе, был такой очень плохой разновидностью гриппа. Тем не менее, она выкашивала десятки миллионов людей в Европе в последние годы Первой мировой войны, когда люди были ослаблены недоеданием, массовое скопление людей, в том числе, потому что они были в армии. Антисанитарии, которая все-таки была для того времени нормой, чем исключением. То есть, ну, очень плохо справлялись, особенно в условиях военного действия, военного времени. То есть, сейчас, как бы, в условиях мирного времени, и при внимании властей, и при вовремя принятых мерах, я думаю, что опасаться действительно глобальной эпидемии не стоит. Ну, или остается быть фаталистом и чаще мыть руки. Ну, да, чаще мыть руки, кстати, это основное правило при таких эпидемиях. Все, будьте здоровы. Сегодня мы завершаем нашу программу. Это была программа «Есть тема». В эфире были Александр Полищук и Вадим Полищук. Услышимся через неделю. До свидания.